Так называемый туристический кластер Рязанский, который располагается неподалеку от села Поляны, получил такое бурное развитие благодаря федеральной целевой программе развития внутреннего и въездного туризма. По этой госпрограмме построен акваклуб, бятломная трасса и знакомый уже многим рязанцам развлекательный комплекс в некотором царстве. Побывали на открытии очередного объекта гостиницы на 80 человек глава Ростуризма Олег Сафонов и губернатор Рязанской области Олег Ковалев. Глава нашего региона отметил, что сейчас туристическая отрасль развивается весьма активно. Мы хотим, чтобы туристы приезжали в наш край, чувствовали себя комфортно, не испытывали никаких моральных проблем и психологических проблем, связанных с обслуживанием их, чтобы сервис был на высоком уровне и для этого сейчас очень большое идет развитие, строятся гостиницы новые и это для нас очень важно. Я благодарен, в общем-то, что государство повернулось лицом к бизнесу, к таким объектам, которые строятся, к туризму. Это огромное дело и вот эти несколько лет, которые развиваются, вижу, какие идут движения. То есть оно не на проценты умножается, а в разы каждый год. Поэтому большое спасибо нашим руководителям, которые здесь представляют государство Олегу Ивановичу, Олегу Петровичу и мое пожелание так держать. При этом, что немаловажно, объекты туристической отрасли в Рязанской области возводятся на принципах частного государственного партнерства. Благодаря такому сотрудничеству ежегодно наш регион посещают почти 300 тысяч гостей-туристов. И когда мы говорим о Рязани, я уже этот момент упомянул, выгодное географическое положение, рядом находится огромная московская агломерация. Конечно же, задача стоит в том, чтобы создавать вот такого качества, вот такого уровня туристическое предложение, туристический продукт. И следующий момент, конечно же, очень важно, и я рад, что на сегодняшнее мероприятие были приглашены и, конечно же, представители средств массовой информации, и представители тороператорского сообщества. Потому что должен быть подготовлен туристический продукт, который должен быть предложен нашим туристам, но не только нашим туристам, конечно же, иностранным туристам. Ведь когда мы говорим, например, о Есенине, ну, конечно же, поэт мирового уровня, всемирно известный, и это, ну, если хотите, действительно один из величайших наших гениев и брендов нашей страны. Поэтому его нужно продвигать не только внутри страны, но и за рубежом. Я прежде всего сейчас обращаю внимание в развитии туристической отрасли, обращая внимание на создание комфортных условий. Это не только вот гостиницы, но и логистика, это движение по маршрутам, это места остановок, где, извините, даже туристы могли бы сходить в туалет, попить кофе, и просто погулять с тем, чтобы продолжить движение дальше. То есть это маршруты, направленные Рязань, Касимов. Это достаточно протяженный маршрут, и он требует промежуточных остановок и так далее. И заодно посещение, опять же, школы, в которой учился Сергей Есенин. Глава Ростуризма Олег Сафонов отметил, что туристическая отрасль развивается успешно только в тех регионах, где руководители области лично занимаются вопросами финансирования туробъектов, их строительства и дальнейшего продвижения этих проектов. В планах на нынешний год реконструкция музея Сергея Есенина в селе Константиново, а также реставрация Вышинского монастыря, потому что в наш регион прибудут многочисленные паломники со всей России для того, чтобы отметить 200-летие со дня рождения святителя Феофана Затворника Вышинского. Продолжение следует...